Приветствую вас. Я бы, конечно, затронул бы тему естественных потребностей, но я не могу не затронуть эту тему, тему естественных потребностей, что интимная сфера это такая же сфера потребности, как и любая другая. И я бы сказал, что абсолютно нормально то, что с вами происходит при условии, если эта потребность не удовлетворяет. Вот, поэтому говорить о том, ну вы сейчас просто говорите о том, чтобы загнать эту свою потребность вот вообще куда подальше, да, вот чтобы там, я не знаю, к ней не прислушиваться, условно говоря, чтобы ее вообще не принимать во внимание эту потребность, вот чтобы просто она к вам не мешала. Но мы говорим здесь о физиологии организма, вот мы говорим здесь об естественных процессах, которые происходят в организме, на мой взгляд, отрицать их несколько странно. Я бы так сказал вредно, для, например, вас, ну для, для вас, в смысле для вот, для вас как для функционирующего живого организма. Вот, но тем не менее, если говорить про, вот если говорить непосредственно про, ну про рекомендации, да, про то вот, что там, что можно сделать, про то, как можно от этого избавиться, потому что, ну, очевидно, что это причиняет некий некоторый дискомфорт, вот, что я бы сказал, что нужно проанализировать вашу, собственно говоря, о повседневной жизни, потому что вполне возможно, это только моя гипотеза, пока, вот, вполне возможно, что речь идет здесь в какой-то степени про снятие вами напряжения. То есть речь идет о том, что вы таким образом снимаете напряжение, которое у вас имеется, вот. И в таком случае можно говорить о том, что есть некоторый стрессовый фактор, есть некоторый стресс, который у вас имеет место быть, то есть это напряжение. И это напряжение, в первую очередь, психологическое, вот, и, соответственно, можно говорить про то, чтобы с этим напряжением, ну, грубо говоря, работать. Можно говорить о том, чтобы вот это напряжение как-то убрать, да. То есть либо, ну, либо научить вас обращаться со своими чувствами, но, по сути, речь идет об альтернативных способах снятия стресса. По большим счетам, по большим счетам, речь идет именно об этом. Вот, и, как бы, тут уже нужно, я надеюсь, вы это понимаете, что здесь нужно смотреть более подробно вашу историю. Здесь нужно смотреть более конкретно вашу опыту, здесь нужно смотреть ваши впечатления, которые вы, условно говоря, получаете за день, потому что совершенно очевидно, что именно они являются ключевым аспектом. И дальше уже можно будет говорить о том, чтобы как-то с этим что-то делать, да. То есть дальше уже можно говорить про то, чтобы, ну, чтобы с этим работать, чтобы это корректировать и так далее. Конечно, повторюсь, все это при том условии, да, если вы, ну, если вы хотите этим заниматься, все это при том условии, если вам это интересно. Потому что, ну, понятно, что если вам это не нужно, то говорить тогда не о чем. Вот, поэтому рекомендации здесь, в данном случае, будут простые. Достаточно смотреть на те факторы, которые вызывают раздражение, напряжение, злость, значит, чувство неудовлетворенности и фрустрацию. Вот. И, соответственно, уже в этом направлении исследовать. То есть в этом направлении смотреть. Учиться взаимодействовать, ну, учиться взаимодействовать с этим моментом, учиться взаимодействовать с этим аспектом. Вот. Потому что, на мой взгляд, вы так, вот, таким, таким образом справляетесь, вот, с тем напряжением, которое у вас возникает. Если, ну, если, опять же, мы не берем, а, в расчет, в физиологическую сторону. Процессы, о которых я уже вам сказал до этого. Вот. Такой вот момент. То есть нужно данное, данное проявление, на мой взгляд, воспринимать как некий сигнал, который посылает вам ваш организм. Вот. Некий сигнал о том, что что-то происходит в вашей жизни. Вот. Что-то, о чем вы, ну, там, либо не догадываетесь, либо не обращаетесь внимания. И, соответственно, ваше тело пытается обратить ваше внимание на, вот, данные проявления. То есть ваше тело, оно, просто, как бы, пытается сделать так, чтобы вы обратили внимание, вот, на тот или иной аспект, ваше жизнь. Вот. И, соответственно, до тех пор, пока вы должного внимания этому не уделите, вот, причем это может быть самое, самое, я бы сказал, разнообразное, да? То есть самый разнообразный момент, это может быть, вот, это может быть, как интимная сфера, да? Это может быть и психологическая сфера, это может быть, как профессиональная сфера, это может быть, как и сфера здоровья, вот, может быть, сфера даже сновидений, вот, потому что, может быть, вам все-таки что-то снится, вот. Вариантов здесь достаточно много повторюсь и очень важно, чтобы вы на это обратились внимание. То есть просто хотелось бы, чтобы вы были повнимательны к себе, да, и не относились к своему организму, как к чему-то, что нужно так вот править, к чему-то, что нужно так вот контролировать, да, и так далее. Я понимаю, что у вас могут быть и свои взгляды, я понимаю, что у вас может быть и своя позиция, это хорошо, что она у вас есть на вывод, но важно, чтобы она была все-таки, ну, в большей степени, может быть полезной вам, да, чтобы она была именно полезной вам, а не, вот, вредной, чтобы она позволяла, вам быть с собой, она позволяла вам быть счастливым, вот, а не мучиться и страдать, страдать и так далее. Я это все говорю исключительно из любви к вам, вот, мне показалось, что вы пришли, как бы, ну, вот, вы пришли с вопросом к нам, вы пришли, как-то, вот, немножко раздраженным, мне показалось, ну, потому что когда человек говорит о том, чтобы, чтобы, ну, чтобы ему чего-то не предлагать, как правило, речь идет про раздраженность или про злость, либо про непонимание, да, поэтому вполне вероятно, что у вас есть ощущение такое-такое сейчас, например, что вас не слышат, у вас есть ощущение, что вас не понимают, у вас может быть ощущение, что вам пытаются навязать что-то, вот, мне очень, мне безумно жаль, жаль, если, а, подобное с вами действительно произошло, вот, мне очень жаль, если, ну, там, так, с вами вот такое было, вот, а, очень жаль, если это, правда, ну, а, я ни в коем-то хочу, не хочу, чтобы вы, а, подумали именно так, просто, а, хочется о вас, вот, именно позаботиться, хочется вам, именно, вот, помочь, ну, помочь так, чтобы это было на самом деле, а, ну, на самом деле здорово для вас, чтобы это было на самом деле интересно для вас, чтобы это было на самом деле круто для вас, я бы вот так сказал, сказал бы, вот, ну, а в итоге, в итоге, а, в итоге, все равно решать будете вы, только вы, но, мне кажется, вполне себе нормально, вот, поэтому беспокоиться вам здесь нечем, вот, на этом, пожалуй, я хотел бы закончить свой ответ, и так, и так, и так, и так, получилось, получилось достаточно многое, вот, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы, а, извлечете для себя, а, некоторые интересные мысли, вот, надеюсь, что вы, а, надеюсь, что у меня получилось дать вам, а, именно, вот, такую вот, что называется, а, пищу для размышлений, вот, я буду вам, а, благодарен, за обратную связь, по, а, моему ответу это позволит вам, а, вам, а, в какой-то степени начать, а, работу над, а, собой, конечно, при условии, если вы хотите начинать, вот, и позволит вам, а, в некоторой степени двигаться дальше, вот, а, желаю вам удачи, всего самого доброго, вот, не забывайте о себе. Продолжение следует... Продолжение следует...